Победитель прошлого чемпионата Валерий Горохов Чемпионат по подводной охоте считался официально открытым Наши соревнования, а именно чемпионат и первенство Ярославской области Проходят уже более 15 лет И третий раз именно в городе Углич В районе поселка Золоторучье Прекрасная Уловская акватория Хорошие рельефы, трудные, глубокие Это нас устраивает Соревнования нужны для того, чтобы выявить молодых специалистов Для нашей команды Команда Ярославской области Чемпион России этого года И бессменный конкурент В борьбе за Самый подводный охотничий регион России Подводная охота Это не только интересное, динамичное И захватывающее занятие Соревнования требуют отличной физической подготовки Спортсменов Обязательным условием участия в соревнованиях Является заполнение декларации О собственной ответственности за риск И состояние своего здоровья Впрочем, опасность рыболовов не останавливает Количество участников растет с каждым годом Когда три года назад мы Начинали проведение этих соревнований Мы все-таки планировали популяризировать этот вид В народ И хочу сказать, что спортсменов Как таковых у нас немного Из угличан Но любителей подводной охоты Скажем так Их более достаточно И с каждым летом Смотрю все больше и больше Угличан Плавает Стреляет Охотится И даже вот наглядно Хочу показать здесь Ребята Ходят Интересуются Амуницией Что приобрести То есть для Угличан Это все-таки еще и обучающий семинар Что использовать Как использовать Где приобретать Поэтому Я думаю, что для зрителей Есть что посмотреть На месте событий В поселке Золоторучье Собралось более 40 рыболовов Именно в этом месте Волжскую акваторию Организаторы соревнований Считают трудной А потому наиболее подходящей Дождь И сильный порывистый ветер Погода к водным процедурам Мягко говоря Не располагала Для спортсменов-экстремалов Такие погодные условия Не помеха Облачаясь в гидрокостюмы Они готовились к старту Угличанин Василий Малов В соревнованиях участвует впервые Присутствие на мероприятии Матерых рыболовов Его не смущает Данный вид спорта для Василия Это прежде всего Возможность увидеть другой мир И замечательный способ Провести свободное время Ну я считаю Это лучше чем вот купить Другой мир абсолютно Какие-то другие восприятия Чем-то время убить лишнее Вот Ну я и живу на берегу речки Вот У меня поддома Я и занимаюсь Строго по команде Участники соревнований Отправились штурмовать Волжские просторы За отведенное регламентом Время нужно поймать Как можно больше рыбы Зачетного веса И все же подводная охота Это не просто Вода, ружье, ласты и маска Старший тренер сборной России По подводной охоте Называет данный вид спорта Благородным занятием Благородных людей Спортивная составляющая Очень помогает Местным охотникам Любителям Которые начинают заниматься Подводной охотой Но внутри у них в голове бардак Они неправильно себе представляют Что такое подводная охота И бывает так Что превращает это занятие В некую разновидность браконьерства То есть просто добыча рыбы На самом деле Подводная охота Это очень благородное Занятие благородных людей И как раз спорт в этом плане Помогает привить правильное понимание Культуру, природопользование И даже любовь к природе После четырехчасового подводного марафона Участники соревнований Снова собираются вместе Подведение итогов И награждение победителей Впереди самая приятная часть мероприятия Карась, платва, окунь, судак И даже угорь Добыча спортсменов Выглядела весьма внушительно Однако после контрольного взвешивания Зачетной рыбой смогли похвастаться немногие Первое место в личном зачете По итогам чемпионата Завоевал Александр Сысоев Второе, третье место И снова ярославские спортсмены Результат Валерия Горохова Обеспечил лидеру прошлогодних соревнований Второе место Замкнул тройку победителей Николай Жаворонков Личное достижение спортсменов Определили судьбу кубка следующей номинации Заняв первое место И в командном зачете Ярославцы в очередной раз Подтвердили свое право называться Одной из лидирующих команд Подводного спорта России Субтитры создавал DimaTorzok